Дэвид и Сьюзан Андерсон были молодоженами, живущими в Тампе, штат Флорида. Они были женаты 7 лет и, наконец, были готовы создать семью. Сьюзан только что стала мамой их первого ребенка, Генри, и они были вне себя от радости. Но в то же время они были обеспокоены тем, как их собака отреагирует на новое дополнение. Они усыновили своего пса всего неделю назад, и он был еще очень мал. Дэвид и Сьюзан не ожидали, что у них будет щенок, но когда умер один из их друзей, они взяли щенка к себе, потому что ему больше некуда было пойти. Они быстро поняли, что завести нового щенка значит затратить много энергии. Щенок носился по дому, носился по саду и исследовал каждый укромный уголок, в который мог протиснуться. Независимо от того, сколько они кормили щенка, казалось, у него всегда оставалось много энергии. Здоровые щенки наедаются бобами, но с этим, возможно, была проблема. На самом деле ветеринар сказал им, что у щенка даже было слишком много энергии. Иногда ему было трудно заснуть, что, возможно, сказывалось на его здоровье. Достаточный отдых был важен и для собак, и этот щенок, возможно, начинал беспокоиться и нервничать из-за недостатка сна. Больше всего на свете Дэйв и Сьюзан беспокоились о том, что может случиться, когда появится Генри. Может ли это быть опасно для него? Как отреагирует щенок? Поездка на машине обратно к дому прошла в тишине. И мне нужно было ничего говорить друг другу. В воздухе витали нервозность и возбуждение. Дэвид готовил дом несколько месяцев. Все было защищено от детей и готово к приезду Гены. Когда они въехали на подъездную дорожку, Генри медленно открыл глаза и посмотрел в сторону своего дома. Сьюзан медленно вышла из машины и отнесла его внутрь, пока он осматривался, изучая новую обстановку. Свет был немного ярким, и он спрятал голову в темноте у матери под мышкой. Но через несколько мгновений Генри просыпался от своего сна. Как только они вошли в парадную дверь, щенок запрыгал у их ног, пытаясь вскарабкаться и посмотреть, что было завернуто в руках Сьюзан. Он почувствовал, что там было что-то особенное и захотел увидеть сам. Но вмешался Дэвид. Он бросился ставить собаки в ворота и отделился от Сьюзан, что только привело ее в замешательство. Генри быстро отвели в его комнату. Его ждала свежевыкрашенная голубая комната с новой блестящей кроваткой, которую родители собрали всего за день до этого. Пока они устанавливали его, щенок играл с Дэвидом и Сьюзан, даже пробежался по ведру с краской и разбрызгал повсюду синие пятнышки, когда вытряхивал свое тельце насухо. Но сегодня щенка ждал шок. Когда родители вошли в комнату следом за ними, дверь была закрыта, а щенок остался смотреть на дверь, наклонив голову. Это был первый раз, когда ему не разрешили следовать за родителями, и он не понял. Всего несколькими днями ранее ему разрешалось бегать по всем комнатам, запрыгивать на диван и даже спать на кровати с родителей. Но после того, как появился Генри, щенок понял, что все изменилось. Его часто не пускали в комнату с ребенком внутри, и кровать тоже была под запретом, потому что ребенок иногда устраивался там, когда не мог заснуть. И это сделало их двумя, потому что с появлением Генри щенок спал еще меньше, чем раньше. У него было столько же энергии, сколько и всегда, и теперь он не мог от нее избавиться. Он потерял двух своих товарищей по играм и остался сидеть в ожидании, явно сосредоточенный исключительно на Генри. Он не чувствовал достаточной привязанности или внимания. Сначала щенок кричал и стонал. Но когда это не сработало, он попробовал другую стратегию. Шли дни, и щенок начал вести себя по-настоящему хорошо. Поэтому Сьюзан и Дэвид решили постепенно познакомить его с Генри. Но это была осторожная процедура. Они начали с того, что дали ему понюхать головку малыша, чтобы почувствовать запах Генри. Сьюзан крепко держала его, готовая убрать с дороги, если щенок начнет капризничать. После того, как щенок прошел этот тест, все стали более расслабленными. Вскоре дело дошло до того, что они вдвоем сидели на диване почти сами по себе. Щенок подходил близко к малышу, прижимался и катался с ним под диван. Генри протянул руки, чтобы схватить щенка, и засмеялся, когда тот пощекотал его. Они были парой, заключенной на небесах, и их родители были вне себя от радости. Им было ясно, что беспокоиться они о чем. Но они потеряли бдительность. Они были почти шокированы тем эффектом, который Генри оказал на щенка. Был тихий воскресный день, и все в доме отдыхали. Ну, почти все. Дэвид и Сьюзан обнимали друг друга на диване под одеялом, а маленький ребенок спал лицом вниз поверх одеяла на полу гостиной. Генри был на том этапе, когда, если оставить его практически где угодно, можно было крепко вздремнуть. Наблюдая, как он задремывает, даже Дэвиду и Сьюзан захотелось спать. Но, как обычно, щенок не устал. К этому времени ветеринар дал щенку какое-то лекарство, чтобы помочь ему отдохнуть, но, похоже, ничего не помогало. Ветеринар сказал им, что если они найдут что-нибудь, что поможет, сделайте это. Иногда, когда щенок какое-то время не спал, это могло быть немного непредсказуемо. Итак, когда он подкрался к Генри сзади, родители наблюдали за ними с дивана. Они оба сели прямо и внимательно следили за ними обоими, готовые вмешаться, если щенок будет его беспокоить. Медленно подкравшись к одеялу, она уселась рядом с головой ребенка, мягко покачиваясь взад-вперед. Несколько секунд спустя он облетел вокруг маленького тельца Генри и потерся о него. Теперь они были примерно одного размера, и казалось, что щенок начинает воспринимать его скорее как брата, чем как другого домашнего питомца. Из этого следовало, что сон Генри, возможно, заканчивается ра. Но вместо этого щенок положил свою голову на макушку Гены. Однако то, что произошло дальше, было самым шокирующим. Щенок сначала быстро закрыл глаза, а потом закрывал их все дольше и дольше. Прошло всего несколько секунд, и щенок заснул. Сьюзан и Дэвид посмотрели друг на друга. Это было удивительно. Щенок действительно крепко спал прямо на их малыше, и они оба выглядели более довольными, чем когда-либо. Они перепробовали все, что могли придумать, чтобы помочь этому щенку уснуть, и в итоге секретом оказался Генри. Они оба рассмеялись. Тот факт, что они переживали по поводу возвращения Генри домой, теперь казался немного нелепым. После этого все изменилось. У щенка больше не было проблем со сном. Всякий раз, когда у него возникали проблемы со сном, родители просто клали его рядом с Генри. Им даже не нужно было прикасаться друг к другу. Иногда щенок спал ночью под кроваткой Генри, и это тоже хорошо срабатывало. Щенок наблюдал за Генри из-под кроватки, пока их родители укачивали Гены. Как только выключался свет, щенок клал голову на подушку и тоже засыпал. Даже когда щенок вырос, ничего не изменилось. Он по-прежнему хотел быть рядом с Генри, и если Генри не было дома, щенок не мог хорошо спать. У младенцев часто есть компаньон для сна, и это может быть первый раз, когда собака в нем нуждается. Дайте нам знать в комментариях. Я надеюсь, вам понравится это видео. Пожалуйста, поднимите большой палец вверх и поделитесь им со своим любимым человеком. Также подпишитесь и нажмите значок колокольчика, чтобы никогда не пропустить новые видео.